Мы сегодня проводим эфир на очень интересную тему по поводу такой личности, как Борис Надеждин, потому что в верхней, так скажем, строчке новостей блогеры активно обсуждают сейчас выборную тему и конкретно этого человека, потому как все видели те многотысячные очереди, которые фиксируют в городах России людей, желающих поставить подпись за этого кандидата. Поэтому мы, конечно, не могли обойти эту тему стороной, тем более, что мне подписчики пишут, зная мою позицию по поводу выборов, понимая, что меня эта тема интересует, задает вопросы по поводу Надеждина, что это за кандидат, поддерживаю ли я его, как разобраться в этом вопросе. Поэтому сегодня у нас в гостях Людмила Попова, аналитик, и мы с ней попробуем обсудить, разобрать тему эту, познакомить вас поближе с личностью Бориса Надеждина, ну и ответить на те вопросы, которые вы нам задавали. Начну сразу коротко, да, вот кто, может быть, не в курсе, кто такой Борис Надеждин. Борис Надеждин – это кандидат в президенты, выдвинувшийся от партии гражданская инициатива, зарегистрированный, то есть на первоначальном этапе документы от него приняты. Сейчас до 31 января идет сбор подписей, нужно не парламентским партиям, а гражданская инициатива – это не парламентская партия, да, то есть не представлены в парламенте. Непарламентские партии должны собрать в пользу своих кандидатов и движенцев от своих партий, собрать не менее 100 тысяч подписей. И именно этим сейчас занимается Борис Надеждин. По последним итогам я видела, что у него около 200 тысяч подписей собрано по стране, и параллельно он ведет сбор денежных средств, которые ему якобы нужны на проведение предвыборной кампании. Но это если коротко сказать об этом человеке. Людмила, расскажи, пожалуйста, более подробно, что все-таки за личность Надеждин, а я уже потом дополню. Ну, если честно, у меня вызывает большое удивление, почему к нему стоят такие очереди. Вот я не очень даже долго изучала вопрос про него, просто открываете страничку в Википедии и просто читаете, что это за человек. Ну, во-первых, это либерал. Вот, то есть нужно понимать, что это вот, ну, Навальный номер два. Вот, то есть либерал – это человек с убеждениями, во-первых, он с западными ценностями, да, то есть человек, который, в общем-то, у него нет какой-то программы, по которой он собирается восстанавливать Россию. То есть это человек, которого устраивает вся система. Это человек системы. Ну, вернее, даже вот когда читаешь страничку в Википедии, честно, вот даже не успеваешь запомнить, сколько раз он менял различные партии, он состоял в различных комиссиях при Госдуме, при администрации президента, он даже участвовал в праймерис от «Единой России». При этом он потом там сам говорил, что, ну, я не собирался баллотироваться от «Единой России», я просто участвовал в праймерис, я хотела начать там предвыборную гонку. Ну, то есть, ну, вот какие впечатления пишут люди, кто познакомился с его биографией, это просто человек, которому лишь бы избраться все равно от кого. То есть, получается, у него нет вообще каких-то своих стойких убеждений. Он был и в партии «Союз правых сил», он поддерживал Ходорковского, он с министром финансовым Кудриным, тоже там какие-то у него были проекты. Он был в партии «Правое дело», «Гражданская инициатива», он поддерживал Немцова. То есть, вот, читающего биографию, я пыталась понять, какая у него профессия. То есть, у меня такое ощущение, что у него профессия – это на самом деле заниматься только политикой, менять политические партии и баллотироваться вот везде, где только можно. Вот, ну, там он официально закончил физтех, вот, ну, тоже я подумала, что он ученый, он там кандидат физико-математических наук, но на самом деле он занимается только политикой, он читает лекции по праву. Ну, вообще таких людей, извините, называют политическая проститутка. Других слов просто не находится. Вот. Интересные еще моменты, вот, я просто выписала из его биографии, сейчас я прям зачитаю, вот, длиннющий, на самом деле, длинный послужной список, вот, просто то, что меня заинтересовало. Он был членом комиссии по Госдуме по изучению практики применения избирательного законодательства Российской Федерации при подготовке выборов и референдума. Он входил в научно-экспертный совет при ЦИКе. Он писал уставы РАОЕС России, Транснефть и Газпром. Вот, он был членом инициативной группы по выдвижению Михаила Ходорковского, депутаты Госдумы. Ну, то есть, это человек, не то, что это человек системы, он связан еще и с олигархами, и он давно в политике, он давно в Госдуме, в администрации президента. Поэтому, честно, мне крайне удивление, почему наш народ связывает с ним какие-то надежды на будущее. Причем некоторые такое объяснение говорят, ну, его фамилия хорошая, Надеждин дает хоть какую-то надежду. Вот, то есть, видимо, просто больше не за что зацепиться. Да, абсолютно верно. Вот мне он напоминает, знаете, такого человека, который вот у нас тоже есть такие люди, да, политические деятели. Вот они непотопляемые. Вот сколько бы им лет не было, не знаю, сколько бы они там не прошли вот этих вот партий, но они просто кидаются везде в любое движение, на любое, так скажем, какую-то маломальскую активность, чтобы быть постоянно на плаву, уже такая, знаете, как потребность, что ли, быть постоянно на виду, уже не имеющий перспектив, такие вот возрастные, такие уже, так скажем, уже даже не стесняющие своего вот этого, извините, политического проститутства, да, и бахающие на это, но зато вот постоянно на этом коне. И вот это, конечно, ну сразу бросается в глаза, и вот информацию тоже, она в открытом доступе, кто знает, да, вот это вдруг появишься Екатерина Дунцова, и вот Надеждин у них фактически, вот в свое время, когда проводили разбор кандидатов, мы про это тоже сказали, что программы их в принципе, ну вот практически ничем не отличаются. То есть видно, что это проекты одного источника, это, в свое время проговорили про Дунцова, что это проект Ходорковского, да, близка к этому проекту и, скорее всего, курируется. И программа написана, вот эти пункты про политзаключенных, о том, что нужно будет освободить, чтобы закончить СВО, о том, что вот эти вот сплочения, так скажем, вот эти западные ценности, да, что необходимо сотрудничество и тому подобное, то есть они в принципе написаны под копирку, под одну. И вот когда Екатерина Дунцова не прошла, вдруг появишься, еще раз напоминаю, проект из ниоткуда, девочка из Ржева, которая занималась посадкой деревьев, и тут вот, значит, она не проходит, как самовыдвиженец, и все силы бросаются на вот этого Надежды, на его до этого сильно тоже никто не знал, но в плане как не знал. Вот я еще раз говорю, в свое время пересматривала его участие в дебатах на телевидении, еще раз скажу, вы сами понимаете, кого на телевидении пускают, кого не пускают. И там он, ну вот как бы выступал в таких как шоу, да, ток-шоу, крики, скандалы, там свою позицию какую-то высказывал, но это было все на уровне, знаете, в рамках существующей системы. Так вот, значит, его знали таким участником политических шоу, а тут, значит, он стал проявляться как кандидат, его сильной поддержки как таковой не было. Как только закрывается проект Дунцова, все силы бросаются на проект Надеждин. Вот, и я к чему? К тому, что вот как раз в открытых источниках есть информация, что та база, которая была наработана Дунцовой, то есть те вот люди, которые поддержали, подписи собирали, которые были на выдвижении ее в кандидаты, да, эти контакты обзваниваются штабом Надеждина, им предлагается проголосовать за Надеждина. Ну, то есть они, в принципе, не скрывают связки, то есть они активно друг с другом проводят стримы, какие-то эфиры, поэтому это очень такая, ну, сразу бросается в глаза проэкность, продуманность, такой вот просто очередной образ, образ, ну, про это мы поговорим дальше, для чего это создается, такой образ, вот, как говорится, да, последней надежды. Ну, и на самом деле программа его, она очень похожа на программу Дунцовой, ну, и, в общем-то, программы это даже назвать нельзя. Вот один тоже пользователь в интернете метко заметил, что у него программа за все хорошее против всего плохого. На самом деле одни лозунги, и, ну, если ты собираешься быть президентом России, нужна, ну, на мой взгляд, программа какая-то адекватная, экономическая, социальная, не просто там освободить политзаключенных, он там пишет, понизить пенсионный возраст, уменьшить налоги, ну, это все понятно. Вот, а как вот в текущей ситуации, в которой живет наша страна, вот мы много уже на наших эфирах говорим, что мы с 93-го года колония, вот тот же пенсионный возраст. Уже всем известно, наверное, что повышение пенсионного возраста нам продиктовал МВФ, что ездили в МВФ Силуанов с Набиулиной до выборов президента, и в МВФ им продиктовали, нужно повысить пенсионный возраст после выборов. То есть как его можно понизить обратно, например, да, не выходя из МВФ? Он ни слова об этом не говорит, ни слова не говорит о колониальной независимости нашей страны, там, за счет чего вообще будет восстанавливать экономику, за счет чего будет восстанавливать разрушенную промышленность. То есть ничего этого нет, это одни сплошные лозунги. И, честно говоря, рассчитано, конечно, ну, не знаю, наверное, на какую-то недалекую аудиторию, которая вообще не будет разбираться. Плюс, я думаю, второй момент. Надежда, почему-то у него очереди стоят. Видимо, он подгреб под себя вот всю аудиторию, которая шла за Навальным, которая хотела, правда, идти за Донцовой. То есть вот всю более-менее такую протестную, либеральную аудиторию просто подгребает вот этот вот Надеждин. Ну, его программа, конечно, честно говоря, меня удивила. Там вот, ну, нечего читать в этой программе. Вот. Ну, у меня такое впечатление, что он не собирается сам избираться. То есть это явный такой проект, рассчитанный на то, что, ну, во-первых, чтобы Путин был не один в списке, чтобы был сильный конкурент, чтобы Путин одержал убийственную победу. Ну, потому что, согласитесь, будет скучно, да, если будет один Путин. Ну, а второй момент, скорее всего, ну, есть такое впечатление, что просто еще хотят подсчитать, что ли, сколько у нас в стране народу против Путина, да, сколько пойдет за него просто, так скажем, такой срез общественного мнения получить, ну, и, возможно, для будущей какие-то списки составить. Ну, в общем, я думаю, что, конечно, нельзя относиться серьезно к этому кандидату, а нужно более широко смотреть на вопросы, для чего это нужно нынешней системе власти, для чего они пустили Надеждину на выборы, значит, им это выгодно, вот, а с какой позиции выгодно, вот я несколько вариантов озвучила, может быть, еще какие-то есть. Да, согласна по поводу аудитории, что была подтянута Навальновская аудитория, если вы посмотрите те же самые кадры там собраний, те же самые очереди, и возьмете картинку Дунцовой, да, где она там вот на выдвижении, когда вот эти 500 человек, возьмете картинку Навального, а, так скажем, тот контингент, который поддерживает, он одинаков, то есть это молодые люди, это, ну, примерно вот такого возраста, ну, понятно, да, кто шел за Навальным, то есть это молодые люди, парни, девушки, причем было в разговорах с Надеждиной, что он хочет выступать против запрета ЛГБТ, то есть понятно, да, какие еще плюс движения его поддерживают, те, которые, так скажем, сейчас под запретом, то есть, ну, достаточно та уже наработанная аудитория, ничего нового, в плане какие инструменты, да, какие люди используются для поднятия вот этого рейтинга, причем очень интересно, когда он баллотировался в ту же Московскую Думу, он отказался от участия, некоторые пишут, что в пользу азербайджанского олигарха, ну, а сам он официально говорит о том, что не пошел на выборы, потому как ему не хватило голосов, то есть подписи, каких-то нужно было собрать, ему их не хватило, то есть Московскую Думу ему не хватило подписей, а вот он говорит, что у муниципальных, там, он говорит, не хватило согласия, вот с муниципальным фильтром ему не хватило согласия депутатов, но тем не менее, то есть получается какой-то такой вот поддержки, на тот момент у него не было, а тут вдруг вот такие вот многотысячные по всей стране, и плюс еще они говорят и за границей, штабы и так далее, но здесь действительно нужно смотреть даже не на самого кандидата, потому что вот у меня пишут в комментариях, да мы все понимаем, что это вот очередной какой-то вот, так скажем, человек, на которого мы даже не возлагаем надежды, что он что-то изменит, но мы хотим показать протест, что мы не согласны с политикой Путина, и в, так скажем, в пику ему будем голосовать за Надеждина, почему бы и нет, ну, то есть, так скажем, такое протестное явление, причем в одном из разговоров с Екатериной Шурман, вот этот Борис Борисович, он говорит, то есть они как раз обсуждали вот эту тему, как выразить людям несогласие с проводимой путинской политикой, и как вообще, в принципе, вот показать на выборах, так скажем, выбор, на этих выборах без выбора показать выборы, и вот они говорят, ни в коем случае нельзя игнорировать выборы, то есть это самое такое дело, которое ничего не даст, ну, то есть что такое игнорирование, когда люди саботируют, не приходят голосовать и показывают низкую явку, что вот нам нужно объединиться и проголосовать хоть за кого, ну, это, в принципе, вот и Навальный, и все вот эту тему, они про это говорили, приходите на выбор, голосуйте хоть за кого, но самое главное не игнорируйте, самое главное не голосуйте, там, за Путина, за Единую Россию, и так далее, за эти, так скажем, ну, парламентские, да, партии, но здесь тоже такая хитрость, ребят, то есть, причем Надеждин тоже такую фразу говорит, мы можем, мы можем результаты выборов все-таки сделать честными, то есть отследить, отследить то, как люди голосуют, и действительно с помощью инструмента, института наблюдателей мы сможем как-то вот добиться открытости вот этой на выборах, ну, мне, честно говоря, смешно, во-первых, три дня голосования, ты не знаешь, что будет ночью, а ночью мы прекрасно понимаем, не собираются сидеть и спать, и ночевать круглые сутки, тебе это и не дадут, а во-вторых, электронное голосование, ты никогда не проверишь, ты нажал кнопочку, даже если ты нажал, а можешь и не нажимать, и никто не докажет, что ты не нажимал, кто будет озвучивать списки тех, кто голосовал, кто нет, никто, через дистанционное, электронное голосование, в итоге получится результат, тот, который нужен, и выборы Государственной Думы это показали, помните, когда в последний, в последний день очень долго не публиковали итоги этих выборов, и многие говорили о том, что идет просто подбивка того, что в реальности, и к нему дистанционное, для того, чтобы был нужный результат, вот и все, то есть, либо человек, я здесь вижу, ну так скажем, искренне заблуждается, а еще раз говорю, он стоял, как Людмила сказала, он стоял у истоков выбранного законодательства, он в принципе понимает, что это такое, современного выборного законодательства, и значит, получается, он не заблуждается, он сознательно людей призывает, я считаю, слить вот этот вот негодование и протест через вот эти, не имеющие доверия выборы, вот такое мое мнение. Ну я согласна, конечно, он не заблуждается, прекрасно он понимает, что у нас за выборное законодательство, причем, что интересно, я вот почитала его программу, и он сам пишет, что у него есть пункты такие в программе, что нужно, ну там, условно говоря, сделать голосование всеобщим равным, избирательным правом, там убрать всякие муниципальные фильтры, еще что-то, еще что-то, убрать какие-то препоны, то есть, он сам прекрасно понимает, что у нас в законодательстве куча препон, которые не дают кандидатам просто на выборы попасть, то есть, он это прекрасно понимает, а вот, интересно, еще до момента, Аруна проговорила, что, вот они говорят, что нужно обязательно участвовать в выборах, нужно объединяться, нужно показывать свой протест, вот такие хорошие слова, я вот думаю, а чего же люди не объединяются под инициативой того же движения «Строим будущее сами», где прекрасно говорится о том, что нужно менять выборное законодательство, и вот эти выборы, это на самом деле, ну, это все равно, что казино верит, вот ходить играть в казино и надеяться там выиграть, у казино невозможно, все знают, что казино всегда выигрывает, здесь то же самое, и вот, если очень хочется куда-то там свой протест направить, ну, вот, прекрасно есть инициатива, где тоже прекрасно описано, что само выборное законодательство, все вот эти препоны, фильтры, это все устроено так, что никогда в жизни кандидат честный от народа не попадет на эти выборы, которые организует сама система власти, даже если он туда случайно попадет, он никогда не выиграет, потому что система фальсификации до совершенства отработана, электронные выборы, ну, это вообще цирк на самом деле, вот тут недавно новость была, такая очень, ну, не очень хорошая, там, мальчик маленький умер в больнице от аппендицита, и, ну, по вине больницы, по вине врачей, и возбудили уголовное дело, и чтобы уголовное дело, да, не пошло на врачей, очень хорошо в электронной медкарте просто подчистили все назначения врача, все, что назначало, сразу возникает вопрос, если так легко правится электронная медкарта, какие электронные выборы, какое доверие электронным выборам, вот, поэтому то, что объединяться нужно, это правильно, то, что свой протест показывать нужно, это правильно, но почему вот наш народ никак не раскачивается на то, чтобы вот этот протест направить в нужное русло, изменить выборное законодательство, требовать, чтобы всех кандидатов, честных от народа, пустили на эти выборы, на самом деле убрать сети, муниципальные фильтры, убрать все это количество сборов подписей, там нереальное, вот, сделать выборы открытыми, а не тайными, потому что тайные выборы, это просто, это специальная придумка, простор для фальсификации, тоже нам так в голову вбили, что это очень демократично, что там на вас никто не надавит, что никто не узнает, там, за кого вы проголосовали, хотя прекрасно известно, что там заставляют начальники фотографировать свой бюллетень, отсылать начальству, давят еще как, и вот я тоже изучала эту тему, интересно, такой факт нашла, открытых выборов сейчас, на самом деле, очень мало в мире, по-моему, в Нигерии, в какой-то африканской стране были открытые выборы президента в 90-х годах, и до сих пор эти открытые выборы признаются самыми честными во всей истории страны, просто потому, что они были открытые, то есть, вот это вот глобальная глобальное внушение тоже нам сделали, что вот только тайные выборы должны быть, а вот в инициативе движения «Строим будущее сами» все это прописано, то есть, механизм, как сделать выборы нормальными, честными, как добиться того, чтобы там действительно воля народа выражалась, механизм есть, но у нас вот каким-то вот этим внушением как стадо водят между Путиным и Надеждином, хотя вот сколько я сегодня про него читала, это просто шил на мыл менять, это вот стандартная есть игра, там хороший полицейский, злой полицейский, но это вот все приемы известные, вот, и нас вот водят просто, вот, да, как заколдованных по этому кругу и никак не дают нам вот в нужном направлении пойти, и я вот очень хочу как-то призывать всех вообще задумываться, что происходит, что, ну, от того, что вы пойдете на выборы там и объединитесь, проголосуете за любого протестного кандидата, ничего не изменится, всю систему менять надо, возможно, это кажется, что это сложно, но это не так уж и сложно, если начать вот что-то делать и на самом деле идти в нужном направлении, а нас вот пока по кругу водят между шилом и мылом, вот, и на ближайшие 6 лет не важно, кого выберем, а система останется все та же, что Надеждин, что Путин. более того, я хочу сказать не то, что между шилом и мылом, если вы знаете, да, в открытых источниках есть информация, что Путин еврей, и Надеждин, он тоже еврей, то есть это нужно понимать, я никак не отношусь плохо к еврейской нации, абсолютно, то есть это такой же народ, как и все, то есть это умные люди и так далее, но просто сейчас такая ситуация складывается в нашей стране, что в России практически на всех главных постах, будь это там культурная сфера, будь это политическая сфера, будь это банковская сфера, да, те же самые олигархи и так далее, все они почему-то принадлежат к данной национальности, практически все, поэтому здесь можно говорить о том, что, ну, фактически существует какой-то, так скажем, круг лиц, которые своих людей ставят на власть, правильно? И если вы смотрите за моими новостями, если вы следите за логикой моей мысли, да, в эфирах, я про это говорю, статьи пишу, есть религиозная еврейская организация Хаббат, которая в открытых источниках много информации доказывается, что она управляет миром, то есть есть такие, так скажем, факты, говорящие о том, что под ней все вот эти мировые процессы, все вот эти военные, мировые вот эти конфликты, все вот эти банковские, на бок цифрового рубля и тому подобное и так далее, все это исходит вот от этой организации. Она сидит у нас, так скажем, в офисе в Нью-Йорке, но она очень активно действует в России. Если вы видите, то особенно до 2021 года, до 2022 года, когда начали активно усиливать эту тему путем в многих мероприятиях как раз вместе с Берлазаром. Само можно видеть, что это один из его основных советников. И плохо говорящие представители Хаббат, они существуют во всех кругах России, спокойно празднуют свой главный праздник Хануку, тогда, когда, допустим, я вот не видела, чтобы, да, там в том же Кремле праздновалась Масленица или какой-то православный праздник, да, а вот главный религиозный праздник Хаббатников, он празднуется. То есть, эта тема уже достаточно, ну, такая уже широко обсуждаемая, и на этом обязательно нужно сделать акцент, потому что, вроде как, я говорю, это смешно, но на самом деле это не смешно, потому что, если вы читали, ознакомливались с экспертизой, которая есть, научная, профессиональная, сделанная именно по всем стандартам законов науки, там говорится о том, что священная книга Хаббатников Таня может вести к религиозному экстремизму, потому как там есть такие фразы, как то, что Хаббат это выше других наций и религий, и они единственные, да, вот должны, так скажем, владим, что есть на земле, и в итоге их цель это парить 600 тысячами душ искорок над пустынной землей, ну то есть итог, это сокращение населения, поэтому очень даже не смешно, и все какие процессы у нас происходят в мире, в России, даже если судить по 22 году, да, у нас сокращение населения на 2,4 миллиона, 2,4 миллиона смертность была в 20-м году, то есть смертность реально идет, то, что у нас везде, всюду военные конфликты нарастают, вы все это видите, мировой экономический кризис нарастает, вы все это видите, так вот, это скорее всего по всем признакам рукотворно и исходит от этой организации по всей видимости, поэтому это совсем не смешно, и в итоге вот мы узнаем, что Надеждин еврей, Путин еврей, вот такая вот идет хусповская игра, выбирайте между правой, между левой рукой, самое главное не иди по правильному пути, и здесь вот я вот хочу Людмилы слова сказать, вот просто неправильно, почему уже мы вот не реагируем на движение «Строим будущее сами», да не то, что не реагируем, ребят, вам сейчас дали вы вообще выход из ситуации существующей, 22 января, вот не знаю, меня это вообще очень поражает, я вот хочу, чтобы вы все это знали, 22 января люди приехали в Москву, в Госдуму, в Совет Федерации, в ЦИК, и просто с 25 тысячами принесли заявление о том, что они не верят действующим выборам, заявление классное, написаны все доводы о том, что, извините, за 14 лет не было допущено 120 тысяч кандидатов до выборов, раз 100 тысяч это независимые кандидаты или кандидаты от независимых партий, вы понимаете, масштаб вот этих, ну, скажем, ну, не знаю, так скажем, я даже не знаю, нечестности этих выборов, вы представляете, то есть по каким-то, причем, если смотреть каждый индивидуальный случай, то там абсолютно, ну, такие моменты недопущения, ну, грубо говоря, чисто на уровне, там, запятую, да, не там поставили, ну, то есть мы прекрасно понимаем, как могут не допустить до регистрации, до выборов наших граждан, неужели это не потрясает, это вообще должно потрясать, и люди подали это заявление, 25 тысяч подписей принесли, и заявили о том, что нужно проводить вот эти самые открытые выборы, вот этот выход, ребят, вот это наш выход, не играться, вот и выход, и бирюльки, да, выбирать между евреем, другим евреем, да, а выбирать самим своих лидеров, достойных, разве нет достойных? Да, есть достойные, есть прекрасные, отличные представители в регионах, есть прекрасные, отличные представители по России, которые могут вести должность президента, та же самая Светлана Михайловна Владороси, но уникально, вот сегодня у нее была прямая линия, она отвечала на вопросы 47 минут, ну буквально там 50 минут, послушайте, вот просто не поленитесь, это человек, который настолько тонко разбирается во всех моментах, психология, экономика, политика, история, то есть она вообще на каждый вопрос, ей люди задают вопросы, она на каждый вопрос просто дает уникальный ответ, просто ясно, четко, как, чего нужно делать, и это не вот тебе прямая линия Путина или программа Надеждина, которая там вот только лозунгами, нет, четко, понятно, о чем, в, так сказать, какие-то ситуации и какой выход, обязательно, знакомьтесь, и она ведь представила огромную, так скажем, написала огромное обращение, где в фактах и цифрах показала развал России, развал России, кто про это сказал, вот скажите, кто про это сказал из тех кандидатов, которые сейчас присутствуют, и вот чтобы ее закрыть, вот я тоже немножко хочу сказать про такого кандидата, как Рада Русских, это ведь тот человек, так скажем, который поставлен сейчас, допущен к выборам, чтобы сбить людей с толку, чтобы люди путали Светлану Ладу Русских и Раду Русских, а Рада Русских это тоже такая личность, вот знаете, на последнем интервью Собчак, она говорила, я извиняюсь, Надеждина, но это важно, потому как это, ну так скажем, лошади одной обоймы, как я это вижу, она рассказывала про садхгуру, все вы знаете, это такой вот учитель духовный, которого возит Герман Греф, и он возит на Нижний экономический форум, и представляет для своих топ-менеджеров возможность обучаться у этого садхгуру, и вот она говорит, что это ее тоже духовный учитель, его практики, его навыки она здесь, значит, вот развивает в России, то есть прямая связь с Германом Грефом, и вот этот человек, фактически можно сказать, я так вижу, курируется вот этим самым Грефом, и она никакая вот, вот с одной стороны смешно прошла там вот какая-то, ну с прибабахом, да, а по сути, это реально человек, который не просто так, и совсем не с прибабахом, ну в плане, как он не с прибабахом, в плане том, что с конкретными какими-то целями, не нужно тоже наивно полагать, что они все там глупыши, они не глупыши, и сейчас, сейчас вот мы с вами должны просто понять, если мы хотим реально показать, что мы не согласны с действующей системой, что мы там, вот кто-то говорит, главное показать, что мы не поддерживаем Путина, придите, проголосуйте, вот на сайт заходите, да, проголосуйте в поддержку открытых выборов, проголосуйте в поддержку Славы Михайловны, Владыруси, вот это будет реальный шаг, вот это будет реально, как бы упадете людям в рассказ, а не так играться, конечно, легче так, некоторым, я так думаю, почему еще вот за надеждей на некоторые там говорят, да, слово, легче в этой волне быть общей, когда вот, знаете, много людей, ты вроде как на волне, вот в массе, в этом потоке, вроде как чувствуешь как причастность к чему-то большому, но давайте уже мыслить по-другому, давайте уже мыслить более объективно и четко, иначе мы с вами не выйдем из этой ситуации постоянного хождения по кругу. Я высказалась. Ну, Руна, я, конечно, согласна с тобой, и самое главное, что не выбирать, да, между Надеждином, там вот, ну, мы обсудили сейчас, конечно, Надеждина, тема интересная, вот, я, кстати, сейчас еще хочу пару фактов добавить, вот просто с чего я начала изучение этого кандидата, я открываю Яндекс и просто набираю сразу, Борис Надеждин еврей, тут же выскакивает, его высказывание о себе, он, значит, про себя говорит, я православный еврейского происхождения, в целом, это соответствует и моему происхождению, моей вере, да, в советском паспорте моей матушки было написано еврейка, вот, чистая правда. Ну, сразу становится смешно, да, то есть у нас в России, если вот допустили кандидата, то он просто не может быть, наверное, нормальным, порядочным, честным человеком, вот, а второе просто, что я набираю в Яндексе, чтобы узнать, кто такой Надеждин, Надеждин, его доходы, выскакивает сразу, просто там, первая строчка, доход Надеждина за 2021 год 4,5 миллиона рублей, вот, дальше можно, на самом деле, даже его биографию не изучать, это просто, ну, человек-система, олигарх и тот же еврей, да, я тоже как бы не против евреев, мы тут не об этом говорим, мы говорим больше об идеологии, идеология, которая вот прописана там в их священных книгах, да, где им говорят, что введет тебя еврейский народ, Бог, ту землю, которую он клялся тебе дать, там, с большими городами, которых ты не строил, вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас и так далее, то есть вот об этой вот идеологии, мы говорим, и на самом деле это страшно, потому что сейчас вот у нас просто, если поизучать интернет, у нас и министр обороны, извините, еврея, у него мама по фамилии Ривлина, еврейка, и о Путине такие же ходят факты, вот, и Дмитрий, Дмитрий Медведь, Шустин и так далее, и так далее, потому что у нас евреев меньше одного процента в стране, одна десятая, вот, это какая же, извините, демократия, а у нас русский народ вообще никак не представлен во власти, причем его очень жестко не пускают во власть, и вот это самое главное, о чем мы сейчас должны думать, вот сейчас пройдут выборы, все станет еще хуже, еще жестче гайки закрутят, да, вот Слава Михайловна всегда говорит, Лада Русь, о том, что Гарвардский проект заканчивается, вот самое главное, о чем надо думать, у нас сейчас оппозиционерам в нашей стране сроки дают больше, чем убийцам, вот Вадим Чельдиев, да, прекрасный оперный певец, он просто выступал против вот этих ковидных ограничений ненормальных, он рассказывал о них людям, он организовал вокруг себя народ, ему дали 10 лет колонии, за что? Просто за то, что правду говорил, вот на прямой линии Путин там сказал про журналистку Боязитову, который просит, прокурор просил 14 лет колонии, он там открыто признался, что у нас идет охота на оппозиционных деятелей, а по статье 105, я тоже специально изучила Уголовного кодекса, статья 105 убийства, за убийство можно получить, если она там без затягчающих обстоятельств, всего 6 лет, и оппозиции, которые дают по 10-15 лет, вот Слава Михайловна Лада Русь, ее прекрасный человек, честнейшая русская женщина, и поизучайте в интернете, есть ее программа, полностью разложено все по полочкам, экономическая, социальная политика, 18 тысяч человек на народном съезде, где люди съехали со всей России, выдвинули ее своим народным лидером, в 2012 году она участвовала в выборах президента, за нее в ее поддержку собрали 243 тысячи подписей по всей стране, это что, не поддержка народа? Вы никогда в жизни ее не увидите вот на этих выборах, то есть прекрасные люди в нашей стране есть, которые радеют за страну, за народ, честные, хорошие русские люди, которые готовы работать на благо страны, но вот что с ними делают, и поэтому вот это вот показывать свой протест, идти на выборы и голосовать за Надеждину, это на самом деле просто очень легкий выход из ситуации, и вроде как некоторое успокоение там своей советы, вот я же такой вот, если тут попротестовал, нет, нам главное на самом деле добиваться справедливости, говорить правду, как она есть, что эти вот выборы, это просто цирк и спектакль, устроенный по определенным правилам, да, когда два еврея дерят между собой нашу страну, ну, по-другому и не скажешь, вот, и получается, что, а вот идти вот по этому сложному пути, добиваться нормальной, настоящей справедливости, чтобы нормальных, честных людей пустили, вообще, в бюллетени, в избирательные списки, вот с чего нам нужно добиваться, иначе у нас просто страны не будет, вот послушайте, последнее обращение Светлана Михайловна, Путин, управление, или диверсия, она очень хорошо там раскладывает, что гарвардский проект, который над нашей страной совершается, который начался там с переворота 93-го года, он уже идет к финальной стадии, сейчас идет последний его этап, и там даже вымораживание городов было прописано, что будет вымораживаться голодное население России, а потом делится на части, на территории, подконтрольные западным странам. Вот вы почитайте пункт этого проекта, мы сейчас уже в нем живем, в этом пункте, в последнем томе проекта завершения, вот, и вот это самое главное, что мы должны с вами понимать, и вот этим заниматься, да, а не выбирать между вот этими двумя клоунами, абсолютно одинаковыми, на мой взгляд. Да, согласна, поэтому, ребят, мне кажется, мы дали такой вот расклад, достаточно полный, по личности, вы сами можете ознакомиться, информации очень много, по поводу того, что, да, с 92-го года тот же самый Надеждин начинает свою политическую деятельность и побыл в более чем 10 политических партиях и движениях, это уже о многом говорит, то есть, если вас конкретно эта личность интересует, мы ее обсудили, дали вам общий расклад, еще раз говорю, можете еще раз перечитать и сделать вывод, что это абсолютно, ну, как минимум, даже если не говоря про политические, так скажем, его походы, не говоря про его национальность, просто даже изучить программу, поймете, что это просто человек системы, поэтому что-то менять он, конечно, не будет, поэтому по этой личности мы дали вам расклад, по выборам, по второму моменту, что люди говорят, да нам, мы все это понимаем, но мы хотим выразить протест таким образом, но я вам тоже сказала, что нужно делать, это не выражение протеста, это вы слив протеста, это вы поиграли себя на руку этой системы и все, и пошли жить спокойно, причем неспокойно, потому что действительно, сейчас уже у нас каждый день горят заводы, фабрики, какие-то рынки, склады, у нас коммунальные аварии продолжаются, у нас провалы на дорогах продолжаются, то есть вот это, и так сейчас уже просто нагнетение, да, ситуации по всем сферам, то есть все разваливается, а после выборов, ну тут бабки не ходи, да, сейчас еще как-то инфляция сдерживается, более-менее в плане, чтобы не рухнули совсем мы в огромные цены на бензин, доллар и тому подобное, но после выборов, я думаю, все эти механизмы, конечно, будут, так скажем, уже запущены по полной, и мы с вами уже не будем, как я говорю, спокойно жить, мы уже не живем спокойно, поэтому, дорогие мои, вот призываю от всей души, начинайте разбираться в людях, это раз, во-вторых, начинайте конкретно, вот вы как нормальный человек, живущий просто в стране, понимающий, что эти выборы это фальшь, что вы будете предпринимать, ну вот просто, как бы для себя, да, вы скажете, что они нечестные, и будете продумать механизм честных выборов, вот вам его уже продумали, открытые выборы, как это работает, это открытое голосование, приходишь, заполняешь, да, в журнале пишешь, я такой-такой-то голосую, за такого-то, такого-то расписываешься, потом эти журналы, то есть не бюллетень ты берешь, не куда-то скидываешь, галочку какую-то ставишь, которую там кто как посчитает, непонятно, конкретно, вот журнал, потом эти журналы публикуются в открытом доступе, и, пожалуйста, все могут посчитать, сколько за кого конкретно голосов отдано, и никто никогда вас не овалит, потому что вы будете видеть свою подпись, вы там через сто лет придете, можете проверить свою подпись, что я действительно в этом-то году за этого человека голосовал, и изучение кандидатов будет не месяц, когда там каждый действительно орет, ой, за меня голосуй, за меня голосуй, а даться период, какую деятельность он там ведет, то есть мы будем иметь возможность знакомиться с этими кандидатами как можно больше, иметь возможность, да, все его, так скажем, то, что он делал, потому что даже, вот знаете, даже не то, что мы будем изучать то, что он делал, мы будем уже знать, потому что мы сами будем выдвигать этих кандидатов, понимаете, Мы сами будем выдвигать их представителей, если ты считаешь его достойным, пожалуйста, выдвини, пожалуйста, и среди вот этих достойных кандидатов уже выбирай. Мы будем иметь возможность всех обозревать одинаково. Сейчас же ведь неравные условия для тех, кто идет на выборы. То есть, допустим, тот же бюджет, а это очень важно, деньги сейчас, оно имеет большое значение в агитационной деятельности. Вот выходит человек простой, просто мы проходили выборы и здесь у нас в республике, у тебя вот сколько есть в кармане, вот ты настолько и эту агитацию проводишь. Если у тебя нет этих денег в кармане, тебе их никто не положит. Ну, в плане там, да, может быть, кто-то благотворитель или еще что-то, но то, что ты имеешь, ты имеешь. А, допустим, те же самые парламентские партии, им выделяется из бюджета на агитацию, пожалуйста, вот. Это равные условия, это неравные условия. Конечно, у него будет больше возможности где-то мелькать и тому подобное. И плюс мы еще и про административные ресурсы не забываем, да, как они используются. Поэтому здесь вот, пожалуйста, четко ты все посчитал, все тебе открыто, выберешь нормальных людей. А то, что сейчас в стране у нас происходит, еще раз повторяю, кадры решают все. Даже если есть законы, написанные в пользу людей, их крайне мало, но они есть, да, они не исполняются фактически, потому что люди, которые за это отвечают, стопорят этот процесс. Поэтому кадры решают все. И если мы сейчас не сменим систему власти, да, некоторые говорят, вот, надо там что-то, так скажем, ну, какие-то моменты там предлагают, что пойти договариваться с ними, еще что-то, да, нужно обязательно идти добиваться. Но я хочу вам сказать, что чем выше уровень системы власти, тем сложнее они вообще идут на какие-либо изменения в своей работе. И поэтому здесь только смена. Смена системы. Придут нормальные люди и, изменяя, желая изменить и меняя то же самое законодательство, приведут нашу страну. Мы вместе даже, не то, что даже приведут, а мы вместе приведем нашу страну к нормальному, благополучному, ну, я даже не знаю, к нормальной благополучной жизни. Понимаете? Это в наших руках. Вот, все, все законно, мирно. Идешь, голосуешь, говоришь о том, что я не доверяю выборам, я доверяю открытым выборам. Меняешь выборное законодательство, меняешь систему, все абсолютно законно. Какой эфир? Пожалуйста, распространяйте его. Людмила, есть что добавить? Ну, в принципе, все сказали, да. Ну, вот 22 января, на самом деле, ездили активисты в Москву. И вот если там ездило бы, да, не 50 человек, а хотя бы тысячи человек и привезли бы с собой миллион подписей, то мы, на самом деле, уже в другой стране бы жили. Поэтому выход есть. Вот. В каком направлении двигаться уже понятно. Вот. Поэтому, ну, желаю просто всем увидеть этот правильный путь и просто действовать, идти по нему. Спасибо огромное, Людмила, за ту информацию, которую ты дала, за то, что тоже видишь и понимаешь этот путь, который, про который мы сейчас озвучили. И осталось всем остальным нашим дорогим землякам, сонародникам, просто подключиться к этому процессу. Все, всем пока. Большое спасибо, что вы были с нами. Задавайте вопросы под эфиром, распространяйте и давайте делать правильный выбор. Все, всем добра. Продолжение следует...